Привет, друзья! Статистика говорит, что от заболеваний сердечно-сосудистой системы ежегодно умирает около 17 миллионов человек. И что самое страшное, эти заболевания с каждым годом затрагивают всё более молодых людей. Инфаркты у людей немного за 30 уже никого не удивляют. Единственное, что может побороть столь печальную статистику – умение вовремя распознать тревожные сигналы, посылаемые нам организмом. В этом выпуске мы расскажем, какие признаки говорят о том, что с сердцем не всё в порядке и как предупредить развитие заболеваний. В России доля смертности от сердечных болезней составляет около 50%. В каждой возрастной группе своё соотношение. Среди причин погибших в возрасте от 20 до 30 лет всего треть умерли от болезней сердца. В возрасте от 45 лет это уже больше трети, после 50 лет – 40%. Такая высокая смертность среди молодых групп населения делает продолжительность жизни крайне низкой. Самое время понять, как разузнать болезнь. Симптомы. О сердечном приступе говорит боль за грудиной, учащённое сердцебиение, повышенное давление, отдышка. Об этих симптомах знают большинство. Но немногие слышали, что о сердечном приступе и многих других похожих болезнях можно узнать заранее. Главное знать, какие признаки говорят о развивающейся патологии сердца. Первое. Боль. Не обязательно она должна быть в груди. Неприятные ощущения в верхней части живота или шеи, которые отдают в плечи или руки, спину, челюсть, сигнализируют о плохом состоянии сердца и сосудов. Часто такую боль ошибочно принимают за мышечную или зубную, за изжогу, защемление нерва, что угодно, кроме беспокойства о самом главном органе. Понять, чем на самом деле вызваны ощущения, несложно. Если вы принимаете нитроглицерин и болевые ощущения проходят, значит они точно связаны с заболеваниями сердца. Второе. Недостаток воздуха. Если, не делая физических упражнений, вы чувствуете нехватку воздуха, то будьте осторожны. Проблемы с дыханием сопровождают 90% всех сердечно-сосудистых заболеваний. Третье. Повышенная утомляемость. Если вы увеличили нагрузку на организм, в том числе на нервную систему, то утомляемость – естественный процесс. Однако, если образ жизни остался прежним, но с каждым днём вы чувствуете себя всё более разбитым, то это может сигнализировать о сердечной недостаточности. Четвёртое. Отёки. Отёки возникают в результате чрезмерного накопления жидкости в организме. Чаще всего они возникают на пальцах и ступнях. Если обувь стала жать, а украшения уже не налезают, то это указывает на то, что сердце работает не в полную силу. Оно не справляется с нагрузкой и просто не успевает выводить всю жидкость из организма. Пятое. Ускоренное сердцебиение. Если пульс участился, и это продолжается в течение длительного периода, то самое время задуматься о посещении кардиолога. Шестое. Храп. Нарушение дыхания во время сна. Данные симптомы увеличивают риск сердечного приступа в течение пяти ближайших лет. Седьмое. Нарушение координации, неожиданное головокружение. Всё это – признаки сердечной недостаточности или патологии сосудов. Восьмое. Обмороки. Они могут свидетельствовать о целом ряде заболеваний. Сердечные болезни входят в этот список. Лучше всего провести полное клиническое обследование. Девятое. Парадонтит гингивит. Воспаление дёсен, повышенная кровоточивость могут быть связаны с болезнями сердечно-сосудистой системы. Это связано с тем, что при нарушении работы сердца и сосудов ухудшается кровообращение. Прежде всего, начинают страдать мелкие артерии. Десятое. Проблемы с потенцией. По статистике, 65% мужчин, у которых была найдена ишемия, в течение нескольких лет до этого имели проблемы с потенцией. Как и в случае с проблемами с дёснами, это связано с нарушением кровоснабжения из-за патологии сосудов. Внешние признаки. О некоторых сердечных болезнях говорят внешние изменения. Первое. Ксантомы. Желтоватые жировые пятнышки, которые появляются на лице, локтях или ягодицах. Они говорят о переизбытке холестерина в организме. Сосуды не справляются с его количеством, развивается атеросклероз. Это чревато появлением болезней сердца. Второе. Зевота во время физических упражнений. Это метод охлаждения, с помощью которого организм снижает температуру в области головы. Однако при физических нагрузках тело человека охлаждается через выделение пота. Если вы зеваете, то это говорит о сбое терморегуляции. Причиной может быть сердечный недуг. Третье. Плохой запах изо рта. Бактерии, скапливающиеся на воспалённых дёснах, проникают внутрь сердечно-сосудистой системы и вызывают воспаление. Страдающие от парадонтоза чаще болеют сердечно-сосудистыми заболеваниями на 20%. Четвёртое. Посиневшие губы. Когда губы синеют без причины, это указывает на проблемы с кровообращением. Пятое. Изменение ногтевой пластины. Если ноготь стал толще и округлился, это может сигнализировать о проблемах с сосудами. Кончиком пальцев не хватает кровоснабжения, и ногтевая пластина растёт. Шестое. Рост волос в ушах. Это признак недостатка кровоснабжения в области сердца. Седьмое. Седина. Седину и сердечные недуги вызывают одни причины. Среди них старение клеток, гормональные сбои, процессы окисления в организме. Часто появление преждевременной седины связано с развивающимися болезнями сердца. Факторы риска. К основным причинам развития заболеваний сердечно-сосудистой системы относятся. Повышенное давление. Более 140 на 90 мм ртутного столба. Ожирение. Кроме того, к факторам, повышающим риск относятся. Пол. Наследственность. Возраст. Больше всего сердечным заболеваниям подвержены мужчины после 40 и женщины постклимактерического возраста. Вредные привычки. Низкий уровень физической активности. Сахарный диабет. Повышенный уровень холестерина в крови. И если одни факторы не контролируются человеком, то другие – результат его собственных действий. Важно предпринимать определённые меры, которые являются профилактикой развития сердечных заболеваний. Как предупредить болезни сердца. Регулярно измеряйте артериальное давление и исключите факторы, вызывающие его резкий скачок или упадок. Следите за весом. Организм ослабляет как лишний вес, так и его недостаток. Исключите вредные привычки и больше занимайтесь спортом. Соблюдайте принципы правильного питания и следите за питьевым режимом. Какие продукты исключить? Некоторые продукты в нашем рационе негативно влияют на работу сердца и сосудов. Необходимо исключить те из них, которые вызывают нарушение липидного обмена и повышают уровень холестерина в крови. В основном, это продукты с высоким содержанием животных жиров. Сметана, сливки, жирный творог, сливочное масло, жирное мясо, сало. Какие продукты добавить? Первое. В ежедневном рационе должны быть свежие фрукты и овощи. Второе. Включите в меню больше продуктов, богатых калием, чернослив, курагу, картофель, тыкву. Третье. Магний поддерживает сосуды в тонусе и предотвращает появление спазмов. Магнием богаты крупы, орехи, зелень. Четвёртое. Йодосодержащие продукты – эффективная профилактика сердечных заболеваний. К ним относятся морская рыба, морепродукты и морская капуста. Физическая активность. Для профилактики таких заболеваний, как инфаркт миокарда, ишемия, инсульт, необходимо поддерживать нужный уровень активности. Однако, важно помнить, что у каждого он свой и опасно как отсутствие нагрузки, так и её переизбыток. Сочетание лёгких кардио и силовых тренировок поочерёдно укрепит иммунитет и работу всех органов. Также важно спать не менее 7-8 часов и давать организму полноценный отдых. Полезное для сердечников. Люди, страдающие от сердечно-сосудистых заболеваний, наиболее подвержены влиянию жары. Кардиологи рекомендуют им не выходить на улицу без необходимых лекарств, не находиться на открытом солнце, пить больше чистой воды и регулярно посещать врача. Днём лучше всего быть в прохладных помещениях. Хороший способ снизить давление и нормализовать работу внутренних органов – принять прохладный душ. Крайне важно пить необходимое количество чистой негазированной воды. В жару у человека возрастает потребность в жидкостях, что связано с обильным потоотделением. Вместе с потом из организма вымываются полезные калий, натрий и магний, и это может нарушить сердечный ритм. Иногда кардиологи специально назначают сердечником калий-содержащие продукты. Особенно опасно обезвоживание для пожилых. Кровь становится гуще, из-за чего увеличивается риск образования тромбов. Тромб – самая частая причина возникновения инсульта и инфаркта миокарда. Для снижения уровня свёртываемости крови рекомендуется принимать сердечный аспирин. Первая помощь. Если рядом с вами у человека прихватило сердце, крайне важно знать, как нужно вести себя в такой ситуации. Первое. Найдите прохладное место, усадите человека, но не укладывайте, иначе и без того расширенные сосуды станут ещё шире. Это усугубит состояние сердечника. Второе. Освободите шею, оставьте галстук, расстегните верхние пуговицы рубашки и так далее. Третье. Ткань смочите водой, протрите лоб и шею. Четвёртое. Напоите прохладной водой. Человек должен делать только маленькие глотки. Пятое. Если человек держится за область сердца, то это говорит о стенокардии. Она случается приступами, и чаще всего у сердечника есть с собой таблетка нитроглицерина или спрей. Нужно положить таблетку под язык или прыснуть спрей. Шестое. Самое главное – вовремя вызвать скорую. Приступ может быть результатом солнечного удара, а может инсульта или инфаркта. В любом случае, важна своевременная медицинская помощь. Сердечные заболевания – одна из самых серьёзных проблем, касающихся здоровья человека. Важно не только знать их симптомы, но и признаки, которые сигнализируют о проблемах с сердцем. Если вовремя обратиться к врачу, можно избежать развития многих патологий. Если вам было интересно, и в этом видео вы узнали что-то новое и познавательное для себя, то ставьте лайк и делитесь им с друзьями и родными. Проявляйте заботу о себе и будете здоровы!